Ван, давайте начнем? А, конечно, давайте, да. Это просто всегда вступительная фраза Я вначале рассказываю, как я узнал, музыкантину будет странно, ну и про вас тоже я узнал, я, ко мне Карина пришла Вот, и мы с ней начали интервью, она мне про вас рассказала, я подумал, что-то знакомое И я потом вспомнил, оказывается, я видел вас, это была передача на MTV, где вы были преподавателем девочки маленькой, которая пришла И мне очень запомнилась фраза, я помню, очень долго смелась над ней, я подумал, нифига себе, тетка жжет, она такая, вы говорите ей, что говоришь-то хорошо, но посмотрим, как ты поешь Я по памяти, я не нашел передачу, я искал, не нашел Кстати, есть, если надо, у меня на канале все висит А, надо, посмотрю, ну, цитата пусть будет такой Я тогда прям, ух, женщина огонь у нас есть Вот, а первый вопрос для вас, будет он такой же, как для всех, он для всех всегда одинаковый Как для вас началась музыка? Ну, для меня музыка началась, на самом деле, с пения Вот, началась она для меня лет, наверное, в пять Я в пять лет решила, что я буду певицей У меня сначала было долгая, на несколько дней, наверное, мучительный выбор Стать мне актрисой или певицей Вот, но я подумала, что актрисы, они все время в одном театре сидят, это скучища смертная А певицы, они все время расцветают, у него бастроли, разные страны, пожалуй, у певиц Правильный выбор, кстати Так что разные страны, они действительно есть Ну, у актрисы тоже ничтожка, да, с по-театром Ну, пять лет я не знала У меня была такая информация, я даже не уверена, откуда она меня взяла В пять лет я была абсолютно уверена, что у певиц жизнь гораздо интереснее Наверное, потому что я вот знала, что есть Алла Пугачева, и она вот где-то там на Дальнем Востоке тоже поет, а не только в Москве А актрис я знала мало Кино, и, наверное, мне казалось, что это все в одном месте снимается На киностудии Моспиль А какая музыка у вас дома звучала? Мама любила музыку, довольно тяжелую, кстати, что интересно У нас, например, была пластинка группы Киев Откуда она взялась, я даже не знаю, мама сама купила или ей подарили То у нас был Род Стеор, то у нас была Блонди И мне, конечно, тоже все нравилось, то есть родители это все слушала Параллельно с этим были мои любимые пластинки Которые я до дыр просто дослушивала Это бременские музыканты в обе части Голубой щенок Какой-то слоненок-турист В общем, какие-то Между прочим, я любила крутить пластинки сильно больше, чем смотреть мультики Потому что как-то вот, когда ты крутишь пластинку, у тебя мультик свой какой-то образовывается И я помню, для меня был стресс увидеть мультик «Голубой щенок» Мне ужасно не понравилось, как он нарисован Но я не разлюбила слушать пластинки А вот вы говорили про Аллу Борисовну У нас же в стране было соревнование Была там условно Анна Герман, Алла Борисовна И еще там София Ротара Кто из них вам импонировал? Вас в стране не знаю У нас в стране никто не мог соревноваться с Аллой Борисовной Поэтому без вариантов А не импонировал ли никто? И вот «Голубой щенок» импонировал, венецкие музыканты Причем все Даже не столько, наверное, сам принц или принцесса Это самый главный бременский музыкант Сколько животных Поющий осел А, и, конечно, самое главное Это разбойники Там же у них была атаманша Замечательно Я, конечно, не знал тогда, что это пел Олег Анофриев А в дальнейшем, когда я узнала Я была просто в шоке Что мужчина мог петь такими разными голосами И так, и сяк, и наперекосяк Ну и тогда, да, наверное Вот прямо сейчас можно сказать Что вот из Аллы Пугачевой И Кати Лычева, и Раи Горбачева И Олег Анофриев Мне больше всех нравится Это лучший ответ на этом году Никогда так смешно не было А как вот Ну, вы же потом решили Типа, у нас же группу собирали По молодости люди Я же хочу петь Как эта потенция у вас появилась Да, и это, кстати, на самом деле печалька Я вот сегодня как раз На уроке рассказывала своей ученице Эту историю Она говорит Меня в школе звали в группу А я вот что-то не пошла Я говорю, блин, меня в жизни Ни в одну группу не звали Никогда Не, ну, конечно, есть еще шанс Ученица сразу закричала Мы вас позовем, если мы соберем группы Давайте, давайте Еще время есть Лет пятьдесят Я еще, в общем, в строю Не задерживайтесь Но не торопитесь Я очень хотела, конечно, петь в рок-группе Но я не знала, что есть рок-группа Я просто знала, что есть группа Как бы я, да, вокально-инструментальный ансамбль Там есть певицы Но дело в том, что эти певицы Они, во-первых, как-то выглядели не как я Во-вторых, они как-то вот так все пели И вот как-то вот там крылатые качели А я прям не умела так петь У меня что-то получалось И я расстраивалась А в нашей классе была девочка, которая пела В хоре радио телевидения детском И, услышав, как я пою, она сказала Ну, тебя бы не взяли никогда в жизни в наш хор И, кстати, она была права Взяли бы Даже сейчас бы не взяли Даже сейчас бы особенно даже не взяли Почему? Ну, потому что в хоре нужно прям Там петь очень аккуратненько Быть, как все И не выделяться Это, в общем, у меня всегда было нелегко И вообще с годами Хотя я ничего для этого специально не делаю Я вот просто живу, как живу С дуэтами и ансамблями, кстати, проще Потому что там, в общем, есть место для всего Ой, и, кстати, дуэт я очень люблю И ухитрилась даже там в прошлом году Пару раз там записать всякие штуки Местными товарищами И еще сейчас планирую Но как только мы запишем Я обязательно Ну, мы еще к этому придем А потом вы куда-то поступали В Гнесин, да, получается? Я закончила Да-да-да, Гнесин Это такое глобальное название На самом деле Это создавалось тогда В Гнесинское училище, действительно И это было эстрадное отделение Куда я поступала А закончила я уже ГМУЭДИ Это эстрадно-джазовый колледж Потому что за те Четыре года, которые я там училась Поменялось в стране все В том числе название Учебного заведения И эстрадное отделение Стало самостоятельно Совершенно Отделился Гнесин Поэтому Я, конечно, говорю, что я Гнесинку Закончила Но вообще-то это немножко в раке Потому что Этот колледж уже Наверное, сейчас носит имя Саульского Я надеюсь, во всяком случае Потому что он был его основатель И, в общем, это было бы правильно Вручить Этому учебному заведению Его А как выглядит вообще Преподавание вокала Ну, именно на тот момент Когда вы занимались Потому что Сейчас же вроде как Поменялось немножко Но у нас все равно Эстрада джазовая все еще Ну, да На самом деле у меня Например, все преподаватели Были академистами То есть, когда я училась Еще не было вообще Преподавателей Эстрадно-джазового вокала Были люди, которые Как-то сами Догадались Как можно петь В эстрадной манере Как можно Использовать микрофон Что-то подглядели Где-то на западе У кого были Какие-то знакомые Может, друзья Что-то привозили Но школа была Академическая у всех И это, кстати, хорошо Вот, на самом деле В общем, потому что База Она И для эстрадного вокала И для академа Она одна И Если ты базу хорошо освоил Тебе, в общем Дальнейшее будет Ну, не то, чтобы прям легко Но Уютно и удобно Во всех стилях И то, что я преподаю Я тоже своим ученикам Говорю Ребята, мы с вами Занимаемся итальянским Вилькантом А сейчас это Уже немножечко Больше русская школа вокала Потому что Много мы поем По-русски По-итальянски Не поем Практически По-всем По-английски поем Конечно много Ну, тем не менее База С тринадцатого У меня Много У меня был музыкант Борис Лившиц Он барабанщик группы Би-2 И вот он сказал У меня интервью Я не знаю Когда выйдет По очередности Там он сказал Что в нашей стране Профессиональных музыкантов Нету Все действуют по наитию И изобретают велосипед Потому что На Западе все есть Есть школа Есть опыт А у нас Все время Как-то Каждый Свой Велосипед Изобретаем На новый лад Так ли это? Ну Могу сказать Как человек живущий В общем уже Восьмой год На Западе Что здесь тоже Все изобретают Причем Иногда велосипеды С квадратными колесами Вообще Никак не едут Никуда Знаете Это очень по-разному Потому что То что происходит В столицах Западных стран Ну если мы возьмем Не знаю Нью-Йорк Вашингтон Париж Вена А и то что происходит В городах поменьше Это прям очень разно В общем разно Где Я жила Даже там В Зальцбурге В Зальцбурге Прекрасная кстати Школа Академического вокала Что касается Джаза Рока И всего прочего Это отсутствие Как таковое Там как-то Своими силами Пытаются Раскрыть Раскачать Ну что-то смотрят По интернету Конечно Происходит Любого уголка Любой страны Не сильно В этом смысле Россия Отличается От Запада В плане Изобретения Велосипеда Но я бы сказала Что в России Велосипеды Изобретаются Более качественно Интересные Они Функциональные Они действительно Едут Иногда назад И это Честно говоря Очень приятно Я На последние годы Прониклась С очень большим Уважением К российским музыкантам Которые И профессиональные И непрофессиональные Изобретают Сами Изобретают На основе Каких-то Своих знаний В классических Областях Музыки И Там Закончили Училище Не закончили Вот Потому что Насколько я вижу Очень большое Есть стремление Самовыражаться Вот У россиян На западе Больше Есть стремление Быть на кого-то Похожим Мне лично Это немножко Грустно Потому что Ну зачем нам Нужно Там Не знаю Там 20 тысяч Фредди Меркури Что-то Как-то Ну приезжают Эти кавер-группы Они все Не только поют Точно так же И играют Они еще И специально Одеваются Так же Там Усы Такие же У них Там И прически И так далее Не знаю Очень приятно Это кстати Часть Ну и Вопрос Который у меня В интервью живет Он тоже Стал отчасти классическим Ну есть такое мнение Что кавер-группа Это смерть музыканта Как творческие единицы Ну все зависит от того Что такое кавер-группа Понимаете Я вот Надеюсь Я вам сегодня Тоже один каверочек спою Я как раз Очень люблю каверить Потому что На мой взгляд Кавер Это новое прочтение Песни То есть Ты услышал композицию Тебя она зацепила Ты услышал В ней что-то свое И это свое Хочешь выразить Теми средствами Которые Тебе Предоставляет Данная песня То есть это прям Наоборот Это бесконечный источник Нет Ну как же Поет не так У вас же Под видео Поет Не как Кипелов Не как Кипелов Конечно Так здорово Ну Для фанатов Наоборот Надо чтобы Один в один Прям Ну я наверное Не очень Знаю Как прям Фанатам Надо Я не работаю На фанатов У меня есть Я не знаю Отличное мнение По поводу того Что я пою Не как Джо Кокер Не как Джо Кокер Пою Вот Покажу Как оригинал Совсем По другому Ну это же Открывает простор Для общения То есть это же Можно покритиковать Повыгнущаться Вот Рискать Ну да Конечно По своему Но лучше чем оригинал Ну и нормально Почему нет Я же делаю В первую очередь Для себя А вы любите Да Дискуссию Да Конечно Очень Очень Дискуссию А к сожалению По интернету Рукоприкладство Невозможно Но если Возможно Мы же с вами Подискутировали Больно Ну а если ученик Приход и дискутирует Ну всегда Дискутируют Сегодня кстати На уроке Ученики Дискутировали Я говорю Слушайте Ну вот Если бы мы С вами были В одной комнате Я бы просто Вас за жопу Укусила И все Дискуссия бы На этом закончилась А тут приходит Интеллигент Объясняет Что Ты прав Давайте еще разочек Попробуем Спеть Ноточку До А то у вас Какие-то там Другие варианты Так что Ну пришлось Перестроиться Да Ну перед тем Как мы перейдем К преподаванию Я задам еще один вопрос Который я задавал Максиму Самосвату Потому что я не знал Что вы меня добавите И я смогу с вами пообщаться Поэтому Ну меня отправили Сказали Ну вам лучше Екатерина спросить Чем меня Я задал такой вопрос Почему Так как вы хороший преподаватель Ну отличный Причем Ну а вас очень многие говорят При этом всем Вы не реализовали себя Как музыкант И у вас не было Такой потенции Или у вас не получилось Потому что Вы же учите музыку А почему вы сами Семь не реализовали У меня прям В полном порядке Она у меня прям торчит Прям вот сейчас С вами разговариваю И прям чувствую Как у меня потенция Я еще не реализовала себя Я в процессе реализации Семь как музыкант И на самом деле В связи с переездом У меня открылись Как бы большие возможности Потому что в Москве Я очень много работала Как педагог И честно говоря Ни сил ни времени На собственное творчество Практически не оставалось Хотя у меня была Там группа И мы играли с ребятами Вот Но в общем Так знаете Вот прям посидеть Так что-то Помедитировать Посочинять Не получалось Там какой-то другой ритм жизни И ты как-то В него вот прям Втыкаешься И несешься Несешься Есть люди кстати Которые могут Вот и в таком ритме писать Вот моя же ученица Маша Из группы Аркона Она говорит Я между концертами В автобусе Пишу Сочиняю Записываю что-то Я вот не могу Больше пространства Погулять Посмотреть на море Поговорять в носу Как-то так Какие-то новые инструменты Освоить Потому что Ну как бы Откуда-то Хочется черпать Вдохновение Как бы То что я делала Раньше Я Ну что-то тоже Там где-то Само выражалась Часто это было Как говорится От противного От противного Да очень противного То есть на зло А вот я сейчас Как сделаю А мне очень хочется Открыть вот этот Источник Наоборот Делать не от зла А от добра То есть от изобилия От Большого количества Сил Эмоций И Каких-то вот Потенций Вот Именно из себя Я очень хорошо Кстати Всегда Сочиняю Вдвоем Втроем Вот с музыкантами Там С Авторами Текстов И так далее Вот Потому что Как бы человек Какое-то зерно Такое заронит Да А я вот дальше Могу это все уже Раскручивать Почему я видимо Люблю ковера Вот Потому что вот Из зерна Которые кто-то уже Посадил Мне прям очень легко И приятно Что-то выращивать А сейчас я чувствую Себе Что у меня тоже Свои зернышки Начинают появляться И Мне Очень приятно А вы занимались Группой наливай Насколько я помню Наливай Значит У нас была группа Налей Да Поскольку Все наши Трое Из наших Музыкантов Или педагоги И гнесинки Нас директор Лично Просили переименовать Группу Чтобы не позорили Короче Вот И мы сначала Конечно Очень настроились Обиделись Скали Вот Вот И в результате Переименовались В Наш любимый Напиток Который Назывался Виски Верс Вот С тех пор Группа Называлась Верс Нет Сейчас Нет Сейчас Мне К К К К К Соль Солнечный К Играем Акустическую Музыку С С Другом Друг У меня Тоже Музыкант И вот Мы с ним Двоем Тут Сочиняем То есть Это К Это Дуэт В который Периодически Добавляются Еще Музыканты То есть Это Такая Джемовая Тема Что Можно Помузицировать С местными Товарищами Приехал В другую Страну Коба Коба Нашел Единомышленников И играл Такое Сейчас Бывает А кто У вас Был Ну Перейдем Кто У вас Был Первый Ученик Вот Самый Первый Помните Да Я Помню Его Я Боюсь Собрать Имя Вот Может Он Был Леша Вот Вполне Вероятно Была Такая Популярная Группа В свое Время Ласковый Май И Когда Этот Ласковый Май Был Так Популярен Стали Конечно Плодиться Клоны И Фишка Этой Группы Была В том Что Пели Очень Молоденькие Мальчики Молоденькие То есть Где-то Там Дело в том Что В этом Возрасте Происходит Как раз Ломка Голоса У мальчишек Особенно Часто Вообще Им Большому счету Такие нагрузки Вокальные Противопоказаны И Соответственно Ко мне Как раз Обратился Продюсер Одной Из таких Групп С Его Подопечным И сказал Слушай Что-то Начинает Петь Как Мужик А нам Надо Чтобы Он Сюси Пуси Понимаешь Что Я Делала Волшебным Какая себе Работа Если честно Но зато Я Много часов Проводил На студии Мы записывали Это все Хозяйство Распивались Голос Оставался Более детским Но все равно Это конечно Надолго Не хватило Потому что Рослеет И Голос Это нормально Ну вот Там даже Дело Не в звонкости А в том Что Надо Чтобы Он был Вот такой Прям Трогательный А когда Уже Вот так Уже Не очень Трогательный Белая Роза Уже Не очень Поется А вот таким Голосом Прям хорошо Ну я заметил Женщинам Вот высокие Голоса Ну такие Детские Прям голосовые Штуки Даются легче Мужчинам Как-то Не всегда Удобно Непродно Сказать Сейчас Мне кажется Наоборот Да У меня сейчас Все баритоны Все хотят Петь микс Все хотят Наверх Все хотят Второй окна А прям Вообще Я даже Беседу такую Организовала Баритоны Которые Хотят петь Микс Много народу Которые Взят Обсуждают Там свои Паритональные Проблемы Как Как убрать Бороду Из голоса Ну просто Это пример же Первый который Приходит на ум Это когда Лариса Долина Жанаша Спела Песню Детскую В фильме Боже мой Три белых коня Там где Вот она Поет Выше Чем надо Наверное Ну знаете Компьютер Сейчас это не проблема Сделать Из любого Мечка Можем Сделать Из масляции Я наоборот Всю жизнь Ну я Потому что У меня высокий Ну я не знаю Где-то высокий Голос Наверное Я мечтал О том Что у меня был Голос Как у Митлов И еще Ниже Туда Вообще В подвал Уходил Сюда мечтал О таком Голосе А у меня Голос Не туда Пошел Ну мне казалось Ну мне Это всегда Казалось Что у меня Низкий Голос Сказала бы Не сказала Высоко поет Ну вам нравится Как он сейчас поет Вот он Прям Мне кажется Я его давно Не слышала Если честно Лет Ну он примерно Так же поет Только еще выше И хрипит Чаще Ну мужчины Мне нравятся Эти длинные Баллады С красивыми Да А потом Я даже Честно говоря Не знаю Что он сейчас Делает Все то же самое В кино снимается И поет Меня просто поразило То что Пышный мужчина Ну то есть Я сам Когда 18 лет После спорта Потолстел Я думал Блин Как я буду Женщин привлекать А потом Я увидел Метлов И такой А вот Как можно Мягко Да Ну голоса Только нет И все Ну ладно В принципе Ну то есть У вас была база На которой Вы строили Свою Систему Будущую Или как Она Слезает Сейчас Ну вы имеете Ввиду Преподавание Да Ну да На самом деле Я занималась Какое-то время Академическим Вокалом Потом я Занималась Эстрадно-джазовым Поступил В колледж Закончил В колледж Вот И все это время Я преподавал То есть преподавал Я наверное Первого курса Уже преподавал Мне кажется Первый ученик То что вы говорите Больше всего Меня научили Коллеги Причем коллеги Из инструментального Цеха Вот Рядом со мной Работали гитаристы И я очень часто Там уроков Штаны просиживала И смотрела И слушала Что они там делают Построено обучение Уже тогда Прямо Передовой И я там на уст Мотала Мотала Вот И Что-то намотала Намотала настолько Что Отважно написала книжечку Назвала ее Рок-вокалист Вот И распечатала Сама На принтере Нарезала на кусочки Значит Шила степлером Вот Записала к ней Кассету Тогда Значит С упражнениями Отнесла в магазин Вот И Какое-то количество Экземпляров Приличное Я продала В свое время В каком году 92-м 93-м Вот И иногда Сейчас бывают Такие варианты Когда Кто-то говорит А у меня есть Ваша книжечка Рок-вокалист Боже Или А вот вы же Автор книги Рок-вокалист Я говорю Чуваки Это вообще не книга Это Вы себе Не представляете Чего Это просто Конечно Только в 20 лет Можно Так отважно Мне кажется В общем-то Такое чудо Сотворить Сейчас Меня просили Сделать Видео Школу Сделайте Аудио Школу Я не делаю Потому что Чем дольше Я преподаю Вокала Преподаю Я уже Больше 30 лет А тем Больше я понимаю Насколько Это индивидуальная тема То есть Подстричь Под одну Гребенку Засунуть В один Концепт Это нечестно Просто нечестно Потому что Люди разные И Обратная связь Очень-очень нужна Самое Отстраненное Из того Что я делаю Сейчас Это вокальные Марафоны Я в этом Сильно сомневалась Но Коллега Меня молодая Убедила Что это Интересный способ Попробовать Давать И Вокальные Марафоны Как бы Мне Импонируют Тем Что я записываю Видео Люди смотрят По видео Не только слушают Аудио Как я это все делаю И они мне присылают Видео с домашкой Каждые 2-3 дня Они мне присылают Видео с домашкой Я это смотрю И Соответственно Даю им Какие-то комментарии Переделайте Вот это неправильно А вот это Перезапишите Записываем Сама Какие-то Аудио Сообщения Вот так Это нужно делать Фоткаю Рот открыть Вот посмотрите Вот так Это нужно сделать То есть это В общем Ну Дога В определенной степени Заменяет Очные Скажем так Встречи Но не для всех Если честно Не для всех Некоторым сложно Понимать По видео сложно То есть они смотрят Книгу Видят фильм Надо конечно На очных уроках Показывать Еще раз показывать Опять объяснять По-другому объяснять Если непонятно По-35 Объяснять То есть Есть люди Которые способны Самостоятельно учиться Вот для них Марафоны Я считаю Идеальны Совершенно Есть те Кто не способен Кстати Это не стыдно Вот я отношусь С тем Кто не способен Самостоятельно учиться Не лень Я очень люблю Использовать Энергию преподавателя Когда учил немецкий Два Иногда Три Раза В неделе Брала Уроки Потому что Я умел Сделать Домашку Я ее делала Прямо Перед уроком Или же Прямо После урока Кстати Я что Преподал Об этом Говорит Я такая А как вам Немецкий язык Прекрасный язык Очень красивый Очень мне нравится Мне Пришлось Выучить два языка Параллельно Немецкий Хорватский Хорватский Я училась Состоятельно На русский Похож Очень А немецкий На русский Не похож И на английский Тоже не очень Похож А он Певучий язык Конечно Конечно На самом деле Они все певучие Даже русские Ну Кирилл Небалеев Мне сказал Что нет Что лучше петь На английском Вы знаете Мне открыл Глаза Мой коллега Вадим Цимбал Вот Буквально Несколько дней назад Он сказал Слушайте Ну Вы же Просто все говорите На дикторском русском Это же Нормальный русский язык Нормальный русский язык Это же говорочек Он вот такой вот Льющийся Он певучий Вот он вот Слова одно с другой Цепляются Вы говорят От Москвы-то Отъедьте километров На 400 Понимаешь Услышите Какой русский язык И Вы знаете Он прав Действительно Мои вот родственники С юга России С северо Украины Они действительно Так разговаривают Ну Юг России Северо Украины Это ближе Суржик Украинский язык Украинский язык Как раз Более спелучий Ну вот на самом деле Дело не в этом А просто вот Не говорят Не так вот Как левитан На самом деле Не говорят По-русски Но мы привыкли Потому что Нас так учили в школе И ругались Если мы Какие-то Говорки Свои Тащили И язык Стандартизировали Так же и немецкий Понимаете То есть вот тот немецкий Который С экрана Телевизора Несется Да Наверное Более рубленный Более Такой четкий Более структурированно Слышимый Нежели Бутовой Речь А хорватский Кстати вообще Волшебный язык А в хорватском языке Есть слова Безгласных звуков И тогда Слогообразующим Является буква Р Представляете себе Петь что-нибудь Типа Врч Рт Или бррк Вот это было Успытание Для меня Скажу честно Я насколько знаю Что у вас Ну не только Количество учеников И поэтому я Начну Периодически Вбрасывать Начну с Максимом Самослатом Как вы считаете Вы много ему дали Или Он уже пришел С потенциалом Он был талантливый На старте Или трудоголик На старте Потому что он назвал Себя ленивым Мокалистом У меня в интервью Слушайте Ну вы знаете Я прям об этом Вот недавно Прям думала И вы прям мои Вот руки прочли Потому что Вот Максим Тот же Да Даша Ставрович И так далее Маша Из Аркона Понимаете Вот человек Рассказывает о себе Вот в три года Мама начала Учить меня Бокалов В пять лет Меня отдали В балет В шесть лет Меня отдали музыкалку Я играл на скрипке В семь лет Я стала играть На фортепиано Закончила музыкалку Потом я поступила В колледж Я вот училась Там у Иванова Петрова Сидорова Потом я приехала К Белобровой Училась у Белобровой Ивановой Петровой Сидоровой Потом я колледж Закончила Поступила в институт Пять лет Училась у Белобровой Ивановой Петровой Сидоровой Закончила Но вы знаете Ведь я научилась сама Это правда Абсолютная правда Потому что Человек Учится сам Вот как бы Ты ему Вот не давал Волшебные звезды Как педагог Там не писал На доске Умные символы Не танцевал им Лебединое озеро Если они это не возьмут Они не возьмут Понимаете А что человек возьмет Это он может сделать Только самостоятельно Поэтому конечно Однозначно Человек Учится сам То есть я Старалась Всем своим ученикам Давать достаточную Информацию Достаточную нагрузку Давать им Достаточную сложность По их способности Для того Чтобы они Не разочаровались В себе Не бросили Заниматься музыкой А наоборот Росли потихонечку И в общем Каких-то успехов Добивались Вот У кого-то это получилось Молодцы У кого-то это осталось В виде хобби Тоже молодцы Прекрасное хобби Прекрасное для здоровья Для психики Очень хорошее Негативные мысли Уходят Сразу Это даже Может быть В какой-то степени Лучше Что у человека Это хобби Потому что Сколько в конце концов Нужно в стране Певцов Понимаешь Там Не знаю Пятьсот Тысяча Две тысячи Пускай десять А сколько нужно в стране Здоровых Нормальных Граждан Все же важны Да Вот Поэтому я Прям на самом деле Очень За хобби вокала Прекрасное занятие Совершенно Без всяких Таблеток Врачей Врачей Хватает Нагрузки Нагрузки Старайтесь Отвечать За свою Психику За свое Здоровье И вот вокал Это Одно из прекрасных Способ А если Вот Приходит Я знаю Что у вас Спиринг Занимался Вот если Он приходит Со своим Вот этим Пением То как Не убить Его Вот этот Вайп Вот именно Его Ну то есть Петь ноты Вообще невозможно Убить Это Нет Это никак не убьешь Это Не разрушишь Не убьешь Самость Она настолько Как бы Сильная Она настолько В общем Прорастает Сквозь все Понимаете Ведь обучение вокала Это очень мягкая техника Это Родни Ну может быть Не знаю Чему можно сравнить Там Даже Честно говоря Я не могу привести Сейчас точный пример Потому что Все остальное Более грубое То есть Вот если Например Сравнить С обучением Фортепиано Мы же не умеем От рождения Играть на фортепиано Никак То есть Мы как бы Ну даже руку Иногда неправильно ставим Если мы не видели Раньше Как Играют пианисты Да Мы можем Вот так нажимать А петь мы умеем С рождения То есть Это как бы Нормальная функция Здорового организма Бой человек может Вот И соответственно Вот эти Корректировки Они настолько Прям вот Аккуратненькие Мягенькие То есть Фактически Мы идем Тем путем Которым Человек хочет Идти сам Ты ко мне придете И скажете Я хочу петь Как медведь Конечно Не вопрос Я не буду вас Тащить на повороте Если вам То есть Любой человек Даже без слуха Или Если там Медведь потоптал Ну как Говорят Нет Медведь потоптал Не проблема Это мы Медведь Мы уберем А вот Если Айфон Потоптал Это сейчас Уже сложнее Айфон Это что Ну дело в том Что Последние Там Лет 10 Может даже Меньше Может лет 5 Люди стали Слушать музыку И с телефоном На самом деле Это такая трагедия Потому что Маленькие Телефонные Колоночки Не воспроизводят Те частоты Которые В музыке Есть И даже Если вы Слушаете В наушничках В этих Белкопиписковых Вы Равно Не узнаете Абсолютно То есть По идее Должны быть Либо хорошие Большие наушники А их А лучше Вообще В колоночку Потому что Это более естественная Акустическая среда Вы правильно И воспринимаете звук И воспринимая звук Правильнее Вы сами будете Его лучше Воспроизводить Вы лучше слышите Лучше корректируете Голос Уши Когда вы привыкаете Слушать из айфона У вас все идет В уши Одним куском Как будто Музыка Скомпрессирована И она прям Вот Как Знаете Как Мок Такой В уши вам долбит Инструменты Не дифференцируются Очень сложно На самом деле Объяснить человеку Что такой бас и барабан И если он слушает Всю жизнь музыку Вот Это первое Что я прошу студентов Сделать Это Отключить колоночку Послушать Вот Но подозреваю Что через несколько лет Этого будет недостаточно То есть Нужно будет Какие-то Притать новые способы Визуализации Сейчас Сейчас вроде Делаю динамики Так что Ты можешь послушать Почище звук Ну Я надеюсь Может быть К этому идет Но Логики в этом нет Если честно Вот Я что-то не припомню Чтобы Прогресс Такие вещи Улучшал Скорее ухудшает То, что происходило Там Хай-эндовая аппаратура Да Как она звучала Двадцать назад Просто Колоночки Деревянные Здесь Хороший Полнозвучный Вот Сейчас Ну даже Какие-то Купиши Может, что плохие Но все равно Пластик Ну Наушники Деревянными Не особо сделаешь Вот Наушники Я на самом деле Не фанат Наушников Не мешал Ничего А вообще-то Я Сама Когда занимаюсь Когда занимаюсь Собственно Наушники На стандартный урок У вас начинается То, что вы приходите Слушать Ну, то есть Ученик к вам приходит И он говорит Я вот хочу Ну, как вот Видео на MTV Там было Выслушайте его А потом вы начинаете Говорить Сильные и слабые стороны По-разному По-разному Это зависит от того Зачем пришел ученик В каком уровне он пришел Потому что Например, ученик приходит Вот так же, как я К вам пришла На передачу Поэтому Начинаем мы с того Что ученик, например Рассказывает мне О своем Желании Я хочу Там то-то, то-то И свой опыт Предыдущий Занимался ли он Где-то Музыкой Или пением Пел ли в душе Или в душе Поет ли Когда моет посуду Или у него Посудомойка С кошками Собаками И тогда Собственно Если есть что показать Конечно Мы с удовольствием Послушаем Если нечего показывать Человек с нуля Ну, значит Мы начинаем с упражнений Начинаем По кончику Ставить голос Приходим к песням Ну, довольно быстро Там На пятом занятии С нуля Уже можно попробовать Чего-то А если Ну, то словно я Да, бредусь Скажу Хочу петь металлов Через какое время Ну, с нулевой базой Сразу Чтобы понять С нулевой базой Только когда я приду К первой его песне Ну, я не для себя Честно, я просто хочу понять Динамику развития Ну, понимаете Динамика очень сильно Зависит от человека Если То есть дома еще надо Просто занять Домашку делать Вообще Веками ходить Обязательно домашку Поэтому Вы знаете На самом деле С одной стороны Вот Максим говорит Что он ленивый Вокалист Но у меня Ну, особо претензий По этому поводу То не было Что он ленивый Если честно Вот Вообще Группа В которой они Там у меня Снимались У меня были Групповые занятия По вокалу Вот вообще Отличалась Очень высоким уровнем Я бы сказал Так Музыкального интеллекта То есть Брали сложные Композиции Поучили Дома И было как-то Стыдно Перед остальными Понимаешь Шел Там Вася поет А там Ты не поешь Там типа Забыл А я что-то Занимался Там народ Прям хорошо занимался То есть Наверное Может Максим имеет ввиду Что он мог Там Не знаю Там 20 часов Но на самом деле Для пения Так много То есть Он лукавит Поэтому Те вокалисты Которые ленивые Мы о них Особо ничего Не знаем Если честно Они там Где-то Растворились В процессе Кто действительно Честно Ничего не делал У них Собственно И Поэтому Лень Хорошая На самом деле Свойство Оно Отстекает Ненужное То есть Если вы лените Что-то делать Наверное Нам просто Не надо Надо просто Несли подумать Может быть Вы слишком Много На себя набрали Так тоже бывает Современный Ритм жизни Такой Что там Кружок Кружок Пофут Ветях Вот А надо Может Просто лечь Поспать Уже Наконец А где Вот эта Грань Как ее Понимаешь Вот Тоненькая Грань Вот это Вот Мне кажется Нужно В себе Воспитывать И развивать Нужно Очень к себе Уважительно Относиться Путакать Много Своим Слабостям Но внимательно Наблюдать За Вектором Развития Вот У вас Вот Есть Собака Вот И вот На самом деле На этом Можно тоже Много Чего Понять Потому что Когда ты Начинаешь Собачку Как-то Воспитывать И В общем-то О ней Заботиться Вот Ты же понимаешь Что не надо Ей Не знаю Давать Пирог Понимаешь Вот Она хочет Есть Пирог Ты знаешь Сам дри Мастер И Плохо Будет Идти Вытирать Это все Хозяй Ты говоришь Ты схваченька Ну давай Дива Ну давай Дрога Да Вот Пусть Немку Дульку Вот Глаз Книг Вот Если к себе Так же Относиться Вот То будет Прям Хорошо Потому что Нужно Вот эту грань Действительно Чувствовать Но она Обычно Отпыхается Ну уж Не такие Уж Долдоны Ты же Внимай Каким То причинам Иногда Мы идем У себя На поводу А Приходится Вытирать Это Я вброшу Вопрос От друзей Я с друзьями Разговариваю Когда говорю Что буду делать С вами интервью У меня Просто рубрика Есть Вопрос От друзей И один мой друг Сказал Что она же Как преподаватель И у нее Есть вот Ученики И вот Нуки Поет Сейчас Вашу партию В эльфийской Рукописи Как вам это И вам нравится Что Как сравнивают Фанаты Вас с ней Ну смотрите Начну С конца Да Я не знаю Как сравнивают Фанаты Меня с ней Потому что В общем Не слежу Я за Мнением Фанатов Честно говоря Мне лично Ничего Оскорбительного Не писали Значит Это все нормально Я очень была рада Что она ее поет Потому что Это прям Ну какая-то Прям классная штука Какая-то Преемственность Шумовая То есть Обнаружно Не придумываешь Вот Это прям Больше Педагог Мне кажется Мечтать не может Вот Поэтому Классно Классно Что она поет Ее по-своему Но я в этом Не сомневалась Потому что Свой тембр Свой голос И своя манера Пинья Она там Совершенно все Поменяла Вот Прекрасно Это сейчас Выглядит Очень все Модное Богато Костюмы Красивые У нас Поскрабнее Конечно Все было Вот Ну В этом тоже Есть Кайф Не то чтобы Подпольный Но Чит оттуда Вот такое Ну Поэтому Классно Очень здорово В плане Того Что Первый вопрос Немножко у меня потерялся Ну то что она поет Что она поет Мне все нравится Мне все нравится А вам самой В Лужниках Когда вы вышли Понравилось Этот опыт Ну это ни с чем Не сравнимо Конечно Это даже Знаете Нельзя сказать Что это Понравилось Или не понравилось Знаете Как это Я никогда С парашютом Не прыгала Без парашюта Тем более Но мне кажется Что если один раз Это сделать У тебя потом Ну что Тебе понравилось Ты наверное Будешь стоять Как идиот И думать Какими словами Это описать Не описывается Словами понравилось Не понравилось Это просто Чудо Что Меня Другое спрашивали Вот здесь Товарищи Например местные Посмотрев Значит Нашу запись В Лужниках Они говорят А ты не скучаешь По Значит Стадиону И это тоже Очень смешно Потому что Ну честно говоря Выступив Два раза На стадионе И скучать По стадиону Это странно Мне кажется Вот Поэтому Нет Я по стадиону Не скучаю Я очень рада Что это было Замечательно Если это будет еще Но я даже Не расстроюсь Если этого И не будет Ну как Да Некоторые вещи В жизни Бывают один раз Но от этого Они хуже не становятся А как вам Вот то что Раньше ты слушал себя Вот в мониторе Который стоит на сцене А сейчас можно Просто слушать себя В нейрах Как вам этот Прогресс Честно говоря Я инерами Это практически Не пользуюсь Потому что Я выступаю Сейчас на маленьких Сценах И там просто Нет необходимости Мне нравится На самом деле Максимально Живое Все И в том числе Слушать Бас И барабаны Не ушами А спиной Те частоты Которые эти инструменты Воспроизводят Они И сюда Должны идти А вот сюда И это правильно Хорошо И Совсем другое Физиологическое ощущение Поддержу старые Добрые традиции Но не потому Что я прям Такой ретроград А потому что В моем случае Это просто не нужно Я могла бы Выпендриваться Ушных мониторах Они у меня есть Собственно С времен Как раз Работы Но Они Ни разу Не приходили Чего бы они могли Для большой сцены Конечно Это очень удобно Это прям Счастье для звукорежиссеров И для артистов И для Совершенно Но На маленьких сценах Вы еще записывали Дуэт С Крюгер Группы Я помню А С Крюгер Был не дуэт У них было Альбом Трибютов Вот И они мне Предложили Песенку Спеть Вот Я ее Спела И попросила Своих Коллег И студентов Из города Брянск Спеть Самое Было Совершенно Замечательно Даже в Брянске У меня Ну Можно сказать Я считаю ее Моей ученицей Моей последовательницей Вот Хотя она у меня Прям долго не училась Просто Там было несколько семинаров И потом По интернету С ней общались Да Вон часто Татьяна И у нее там Школа-студия Много студентов Вот И она Своими учениками Это записала Совершенно шикарные вещи Там прям Нужно было При певе Молодых и дерзких Вот А у вас У вас был Талант Ученик Но все-таки Вернемся к Лени Который Вы понимали Что ж ты Заразой Не занимаешь Ты же можешь Такой прям Который Не реализовывал Конечно Вы знаете Бывают очень грустные вещи В хобби Вариантах нет А вот В профессиональном Бывает В колледж Привела Как-то Мама Своего сына Мама хотела Чтоб сын был звездой А сын не хотел Ну не хотел он петь Я не знаю Чего он хотел Может он хотел На лыжах кататься Или танцевать В балете Или там Лыжи математику изучать Но я точно знаю Что петь он не хотел У него был красивый голос Мальчик фактурный Самый Симпатичный Прямо это было Так Все Вот ходила мама И вот она ныла И просила Ну не ставьте ему двойку Ну вот он позанимается А как бы понятно Что он не позанимается Вот И он переходил Это педагога Педагогу Вот Мама все надеялась Что значит Где-то там его торкнет И он там Как-то там раскроется Я не знаю Кстати Что с ним стало В итоге Он закончил Насколько я помню Колледж Да Но Не знаю В результате Става он певцом Или нет Оказалось Что точно так же Как некоторые мамы Ходят там Не знаю Просить за своих Студентов Там В какой-нибудь Там Физтех Точно так же Они ходят В музыкальные Заведения Что мне например Если честно Дико Ну ты И сейчас Даже до сих пор Дико Но Так бывает Но тут Классический случай То есть Человек был не леним А просто Ненужным Это было Вообще Действительно Был не на своем месте Маме конечно Нужно было Отвять Успокоиться Переходить самой Скорее всего На вокал Мне кажется Что ей бы надо было Петь А не сына молчить А если Бестоланный Приходил Трудоголик Такой У него нет Не получалось Есть же Бывает Не просто Такая фраза Не дано Честно говоря Такого я Не припомню Чтобы было Не дано Совсем Потому что Если человек Трудоголик Ему всегда дано Потому что Этот трудоголизм Он берется Из какого-то Энергетического Источника Который Выручают Человеку В раю Вместе с Желанием Петь Понимаете Вот Как бы Он может быть Не такой прям Какой-то волшебный По тембру Но ведь В эстраде и роке Это же не важно Ты же Ты можешь Вообще Петь три ноты И Совершенно странным Козлиным звуком И быть Ози Осборном Я слышу Ну вот Ози поет Четыре ноты Я бы вот Ни-и-и-и Да вот То есть Это же как бы Ну не обязательно Обязательно Наверняка Вы тоже можете Много привести Примеров Людей Которые Ну поют так себе Но они интересны Как артисты Вот Как бы С удовольствием Люди ходят На это смотрят Нормально Ну просто Ваш товарищ Который Лео Хиллским Академии Он как раз Говорит Что типа Наоборот Человек должен В ноты петь Все должно быть По науке Хорошо и правильно Он не оставляет Вот Как это Один блогер Сказал что Научиться попадать В похуй Гораздо сложнее Чем попадать В ноты Ну это Смотря кому Это В похуй Это тоже Врожденная тема Некоторые Из него не выходят Им даже попадать Не надо Простите Что мы Могут По другому Сот провести Вот Ленечка Молодец Вот он Великий Дружинник Это просто Человек Которым Я просто Восхищаюсь Мы с ним Познакомились Лет Восемь Девять Назад Он пришел Ко мне На консультацию В моем Студии Московского И стал Рассказывать Про Свои идеи Как вот Можно было бы Учить Расщеплению И У меня это Прям очень Приятное Впечатление Произвело Такой Молодой Товарищ Имеет Такие Свои Идеи Интересные Концепции И так далее И в общем Это очень Активно Продвигает Через Некоторое Время Я сделала С ним Семинар Интервью Кстати Может быть Вам будет Интересно Посмотреть Потому что Это очень Старый Семинар Интервью Лет Восемь Дазад Наверное Были Семь Было Ленечка Там тоже Очень Вот Сейчас Он уже Глава Семьи Уже Папа Вот Что Совершенно Замечательно Вот И он Конечно Серию Которую Он построил За эти Годы И это Просто Не знаю Когда он Спит Если он Вообще Спит Да Надо Спать И надо Заниматься Физкультурой Так что Ленечка Если ты Меня Смотришь Я тебя Обнимаю Передаю Привет И У тебя есть Прекрасная Дорожка На которой Можно бегать Бегай Это Важно Это будет Важно Следующую Часть Жизни Первую Часть Жизни Да Важно Имя Важно Заработать Себе Авторитет И так далее Вторую Часть Жизни Очень важно Здоровье Прям Нужно Об этом Думать Я Думал Потихонечку Все еще Метлов У меня Живет В голове В некоторое время Я подумал Как Есть же Пышные Эти люди Типа Тоже самое Поворот Типа Сидомин Все Все Вот Эти Ребята Как У них С вокалом У них Грудная Клетка Получается Они Они же Не Те Люди Которые Явно Физкультурой Занимаются Как Вот Вы Говорите Но Смотрите Во-первых Как Правило Эти люди Начали Петь Раньше Чем Они Стали Пышными Это Важный Момент Потому что Человеку Полному Не так Легко Научиться Петь Мышцы Должны Быть Достаточно Сильные Для того Чтобы Раскачивать Такую Массу В том числе Мышцы Которые Участвуют В пении Иногда Их Просто Даже Нащупать Проблематично Когда Человек Уже Тучный И Еще Не Поет Никак А Вот Если Человек Начал Петь Пораньше И потихонечку Пополнел Иногда Это Очень Хороший Бонус Потому что Жир Он Обладает Некоторой Инертностью То есть Ты его Немножко Пнул И Дальше Он Уже Сам Начинает Работать То есть Ты стоишь Такую Варежку Отвалил Оно Само Поется Поэтому Очень часто Бывает Что у Людей Полных Кракивы Очень Распространено Ну я Ждал Как раз Толстело Ради Этого Не Получилось Ну Может Ничего Не Все Потеряно Может Еще Килограммов Стол Это Хорошо Я задал вопрос Который задал Карине Потому что У меня Друг просил Это спросить Очень часто На моих Видео Меня критикуют За то Что у меня Как будто Я хуй жую Во рту Простите Что у меня Дикса Не самая лучшая В жизни Что с моим Речевым аппаратом Вот вы же Меня слушаете Сейчас Такой вот Вопрос Я вас и вижу Я точно вижу Что этого У вас во рту Нет Весь Борода Попал Ну я вас Понимаю Прекрасно Может быть Это все Я знаю Три языка Правильно Не знаю Ну вы знаете Честно говоря Вот опять же Возвращаясь Как бы К дикторскому Русскому Да Ну Мне кажется Блогеру Уж прям Уж не обязательно Прям вот Левитаном Быть Всегда Понимаете Вот У вас приятный Тембр Вы приятно Общаетесь И теплый Очень Хороший Идущий Которым Комфортно На мой взгляд Это важно Вот И мне кажется Что и публике Тоже приятно Слушать Как вы говорите Криминалы Я не слышу Прям такого Это хуй во рту А это Как же красиво Вы утиритесь Простите Неожиданно Для меня Вернемся К вашим Ученикам К Даше Когда она пошла На шоу голос И то что Вот вы слышали От преподавателей От Кто там Жюри Как это Судьи Называется Я не знаю Как правильно Вы были согласны С их формулировкой По поводу Оценки Йо-Вакава Судьи Ну пусть так Слушайте Ну я не все Смотрела Если честно И не все Вспомню Что судьи Говорили Вот Но у нас есть Такая Отрядная Шутка Вот Когда Что-нибудь Офигенное Происходит Вот Мой муж Поправляет Видимые Невидимые Очки И говорит Неплохо Мне это получается Особенно хорошо Немножко с акцентом Таким Это вот был Лепс Как раз Потому что Ну Даша Конечно Офигенно спела Сразу же Как бы На вот этом туре Который был Первый Или основной Или как это Вот И Реакция Немножко была В этом смысле Забавна Но с другой стороны Человек не обязан Выпрыгивать Из кресла И бежать К ней Обниматься Сказал Как мог Вот Ну это Неплохо Это просто Зачет Я считаю Цутата года Просто была Вот Поэтому Меня очень порадовало Как она пела Интересный выбор песен Вот Прекрасно Совершенно Что ей разрешили Спеть Круги на воде Это было совершенно Неожиданно Что разрешат Все-таки Спеть авторскую песню И прям Здорово Отлично Совершенно Песня подходящая Шикарная И классно Что они ее никому Не отдали Там в итоге Там тоже Покупатели Какие-то Там намечались На это дело Вот Молодцы Что они Дело оставили За собой Я считаю Потому что Песня действительно Очень классная Как бы и по идее И по исполнению И вообще Показала Как бы вот этому Телевизионному миру Алла Пугачев Что рокеры Тоже пишут Прекрасную музыку Просто У нас сейчас живет ОРТ И первый канал Ну то есть ОРТ Наверное Я не знала Но раз это было На телевизоре Я приятно смотрела Все по интернету Но там Что-то какая-то цифра Была в углу написана Не Я к тому Что Нет Ну то что Все сейчас живут В парадигме Аллы Борисовны Наверное Я не знаю А к вам приходили люди Которые говорили Что хочу петь Как Алла Борисовна Вы знаете Не часто Если честно Приходила Одна девушка Женщина Которая ее двойник Вот И там действительно Была задача Петь Алла Борисовна Вот И однажды Пришел Нынешний вокалист Группы Ария Миша Житников И принес Песню Три счастливых дня А я Говорит Хочу петь Песню Три счастливых дня Я сказал Ну дочек Что-то Другое Он сказал Хорошо Хозяин Барин Давайте Петь Три счастливых дня Он кстати Это не помнит Мы с ним Не так давно Эту тему обсуждали Я говорю Вещь Ты помнишь Какую песню У меня Клево Кстати Клево спел А как вам Кстати Ну есть же мнение Я вот Вкину критику В ваш огород Что вы Испортили Хорошего вокалиста Которого Ну Житникова Как раз А Ну я не на рожде Крещу Я как бы Старался Как обычно По 8 А его заставляют Ну и просили петь Как Ну то есть Из него делают Молодого Ну то есть Кипелов Сейчас делают Ну не знаю Что из него Дико понравилось Как он спел Точка невозврата Я прям фанат Этой песни Я честно вам сказать Плакала Когда я слушала Первый раз Настолько Четко Правильно Аккуратно Красиво Спел И верха Прям вот Как мы на уроке Делали Вот прям Все Одно с чувством То есть Это не То что человек Там Как бы там Я усвоил Ваш урок Епатерина Юрьевна И вот спел Как надо Нет Это просто Слышно Что техника Заработала На эмоции Понимаете И это Я же понимаете У меня действительно Немало учеников И было немало И сейчас немало И я не успею Физически Переслушать Все их концерты Выходы нового альбома И так далее Вот я всех поздравляю Всех люблю Целую Вот Но Больше всего Я люблю Слушать Море Вот когда Шумит Бальзам А страну Бываю Счастье То есть Вам ваша тишина Нравится? Это было в фильме Круглосуточные тусовщики Там звукорежиссер Который записывал Джои Дивижн И Макемик Уброд Ну это всех чуваков Из Британии Он говорит Что в какой-то момент Звукорежиссер приходит к тому Что начинает Наслаждаться тишиной И записывать ее Потому что это Самая лучшая музыка Ну это не значит Что у нас Самая лучшая музыка Это просто Прекрасный отдых Для психики Тела Вот Поэтому мне кажется Это нормально Когда ты Много часов в день Слушаешь вокалист Разные степени Тяжести Разные степени Обученности Разные степени Одаренности Вот Что в какой-то момент Хочется просто Чтобы было Ну То что прям Совсем тихо Ну как птичку пели Морешь А как это вот Если у вас Ну допустим Самосхват Вы с ним позанимались С ним все же легче Да А в дом приходит Условный ну я Человек который с нулем И прям Самое тяжелое Туго с которым Тугоухие еще Как вам Переключаться Или всегда удается Хорошее настроение Поддерживать в себе Не расстраиваться В такие моменты Ну вы знаете Конечно Это нелегко На самом деле Потому что Вообще педагоги Потому что Многие вещи Действительно Бывает Что не держатся В организме У ученика Да То есть он Понял да Понял Ну давай Блин Ну давай еще раз Вот Или там домашку Сделал Не сделал Все забыл Прошлый раз Сделал И забыл Вот Поэтому конечно Педагогу Надо уметь Поддерживать Оптимизм У себя И ученика Иногда Ему Тершины Кстати В том числе Вот Потому что Это не грех Сказать Человеку Правду Если Что-то не то Сегодня Вот Это надо Просто вынуть И станет Лучше Он просто Не знал Поэтому По-разному С некоторыми Так Словным Кнутом С некоторыми Условным Пряником С кем-то Шутками Прибаутками Вот Иногда В общем Можно Как-то Грубей Сказать Вот Но Так Чтоб Человек Понял Чему Это все Ведется То есть Я На самом деле Очень мало Народу В своей жизни Выгнала И в основном Если я их Выгоняла То не за бездарность А просто За неуважение К коллегам Чаще всего Потому что На занятиях Групповых Особенно Когда человек Начинает себя вести По-свински Это прям Очень некрасиво Поэтому таких Я в общем Предупреждала 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 А потом Показывала Что Верь там Наверное В общем Там лучше Покинуть Повещение Надо сказать Что кстати Онлайн Такого не бывает То есть Люди Занимающиеся Онлайн Они очень Осознанные Они очень Мотивированные Они лучше Занимаются Чем Ребята Которые Были Вот у меня Ну Как бы Проходили В группу В Москве В целом В целом То есть Приходящие На занятия В Москве Много было Просто Усовщиков Которые приходят Там поболтать Пообщаться Чайку попить Погреться В конце концов Зимой Вот Онлайн Такие не приходят У человека Есть какая-то задача Это может быть Не обязательно Профессиональный вокал Это может быть Как я уже говорила Хобби Но тогда человек Отдается В этом отчет Вот у нас Вечер отдыха Психологи Врачи Особенно сейчас Последний год Очень большая На них нагрузка И конечно У них там Мозг лопается Только так Им обязательно Нужно Приключение Конечно Такие люди приходят И с ними Не просто Но с ними Всегда интересно Единственные Как личность В итоге Много общего В общем Работает с ними На передовой Я Карину спрашивал И Внуки Да, Дашу Спрашивал Они же ваши ученицы И По-моему Они чуть ли не на одном Поторке были Но мне интересно Именно Замечали ли вы Бывает ли такое Что у учеников Начинается соревнование За любовь Преподавателя Что вы Типа Вот я первый Я вот любимый ученик Вы такое замечали Вы пресекаете Такие вещи Слушайте Интересная мысль Если честно Я такого Своих Учеников Не замечала Чтобы кто-то Прям рвался За мою любовь Дрался Особо Вот Ну мальчики Может быть Да Но мне кажется Там дело Не совсем Учитель Ученик Отношения Прям Честно говоря Не мешало Это никогда И трагедия Уходим Вот Да вы поощряете Вот это Вокальное Соревнование Среди вокалистов Нет Не поощряю Не поощряю Я Очень люблю Фестивали Не люблю Конкурс Делала в свое время Конкурсы тоже Проводила Но я никогда Не была в жюри В своих конкурсах Я всегда брала Разный Другой народ В том числе Дашу кстати Приглашала В жюри Вот И Это Салэм Был с Женей Игорем Женей Игорем Был с жюри Вот Их приглашала В жюри Пускай Оценивают Своих коллег Вот Я Считаю Что Как это Тут Все Найдут Своё место То есть Для всякой музыки Есть своё место И не всё можно сравнивать Когда у тебя Не знаю Там Ну грубо говоря Ты там Исполняешь музыку В стиле Рамштайн И там Сравнивать тебя Там с кем-то Кто там Луча на повороте Как выбрать Между Не знаю Как Выбирать И сказать Ты молодец Товарищ Рамштайн А ты Повороти Ещё позанимайся Ты пока ещё не как Рамштайн поёшь Ай-яй-яй Ну Просто было интересно Как вот Учеников Ну вот да Вот Вам же приходят Люди и говорят Что я типа Хочу вот В своём Блэк-металле Вот так делать И как вот Потом оценивать Человек Который по Ученица И там Чуть Какий-нибудь Йодли там Выдаёт Вот И она меня толкает В бок И говорит Кать А это вообще хорошо Что он делает Или это плохо Тань Да хорошо А Ну понятно Вот Ну если ты как бы Не знаешь эту музыку Не понимаешь То ты действительно Не можешь судить Как бы В рамках Как бы своей Классической школы Фортепиано Что Хорошо человек йодлит Или хорошо он гроулит Или там Хорошо он скрипит Как это Понял Ну а если вот В институте Условно Даша Ставрович Начнёт Ну она же не совсем Классический поёт И вот Начнёт свои Нотки вставлять Да У нас Был там Тема На первом экзамене Мнения коллег Разделились Одни хотели И поставить единицу И выгнать Тут же же Вторые хотели Поставить пятёрку И как раз Там прям была Такая драчка Вот Я сидела Я права голоса Не имела Потому что Это моя студентка Поэтому я могу Только сидеть На педсовете И глазами хлопать Вот А все остальные коллеги Они прям Там Поролись Нет безобразия В нашем институте Современного искусства Такому не место Выгнать Сейчас же Что она себе позволяет Как она себя ведёт Как она выглядит Как она звучит Что за репертуар Вот А другие коллеги Наоборот Говорят Это же как раз Современное искусство Чуваки Мы же как раз Современные Тут современного искусства Нам же это надо Это же круто Приятно Что Со временем То есть уже там На втором На третьем курсе Народ не только привык Но и прям Уже проникся Того Что уже там Вот Там у нас будет Там какие-то Дни России Во Франции Давайте Вот мы Дашу пригласим Чтобы она там Поехала во Францию В Россию Представлять Наше русское искусство Вот Никто никого не поехал Но Все равно приятно Что задумывались Хотя бы Об этом Вот Так что Ну в академическом обучении Это вообще всегда было непросто Это было непросто И когда я училась И пела Аэросмит Вот И точно так же Было непросто Когда Даша училась И пела И слотовские песни И другие всякие Штуки Вот Ну старались Как-то Компромиссы Какие-то находить Да Например Мы пели Кристину Агильеру С Дашей Или мы песню Файтер А песню Файтер Кто знает Там блин Так это все просто Не каждый рокер споет То что там Кристин делает Такая песня К себе Вот Но формально Не подкопаешься Попса Попса Вот Понимаешь Как бы Ну а вот Странно джазу Почему Рок же уже Рок же уже Сколько там Если даже взять Шестидесятых Он уже Стычтует На него есть же запрос Почему Нету В нашей стране Преподавателей Только вы Ну вот Кто первый на ум приходит Кого называют Обычно Вас называют Почему нет Вот Гнесинки Условный Рок Потока Я понимаю Да Почему нет Рокотделения Вот это вот На самом деле Педагог Конечно Я не единственная Другое дело Что они не особо Работают Может быть В Высших учебных Заведениях Потому что В общем Это Не просто Биться Все время Это не каждый Просто Будет делать То что Ну зачем Спокойно Работать С удовольствием Зачем Там Своими Локами Махать Вот Слушайте Ну а у меня К вам встречный вопрос А на эстрадный Вокал Есть запрос И что это Вообще Такой эстрадный Вокал Для меня Это постоянно Вводит Меня просто В ступор Это вообще Выражение Эстрадный Вокал Это что такое Ну я Муслим Магомаев Все время Вспоминаю Такие моменты Это просто Какое-то Название Откуда оно Взялось И кто его Там Прилепил На колледж Я вообще Не знаю Поэтому Просто по всей Вероятности Под эстрадой Подразумевается Все что Не классика И не народная Вот и все По посту Даже отправляют И попсу Туда же Отправляют Что угодно И как бы Все это вроде Как эстрада В этом смысле Наверное Я бы конечно Если честно Переименовала И сделала бы На самом деле Действительно Более мелкое В этом смысле Деление А с другой стороны Обязательно бы Ввела специальные предметы Потому что Я считаю Например Эстрадному Локалисту Обязательно Нужно Параллельно И параллельно Извучать еще И классический вокал Мне кажется Это совершенно Его не испортит А наоборот Расширит Кругозор И даст Очень интересное Представление О том Как вообще Можно звучать А вот расщепление Вот это все Гроулинг Вот весь Поможет Эстрадному Локалисту Поможет Ну Если человеку Это нужно Для его выразительности То есть Если он без этого Не может Поможет Разумеется Да Мне кажется Что становится Не так просто Достучаться До зрителя Потому что Много всего Происходит И в музыке И в мире И вокруг И поэтому Уже Орут И стучат И бренчат И уже Скримят И гроулят И все И все равно Не доходит Месседж До упора Это делать нельзя То есть Скорее всего Сейчас пойдет Обратная Ситуация Когда начнет Потише Потише Потихонечку Шепотом Шепотком Под пианиночку Опять возвращаться Потому что Ну Все равно Это все Диалектическая спираль И развитие музыки Оно по ней Рано или поздно Пройдет Будет еще один Такой моментик И я его Кстати жду Потому что Мне очень нравится Звучание голоса С акустическими Инструментами Вот Я сама В этом Много Чего делаю Считаю Что это Хорошая На самом деле Вещь Которая Дает возможность Раскрыться Как вокалисту Так и инструменталисту А публике Глубже Проникнуть В замысел Вот Не по поверхности Скользить А прямо Пианинка И голос Это лучше Вообще Модель Вот любит Гарбарик Тоже любит Сильджин Яргард Очень любил Это делать Раньше По крайней мере Сейчас нет Я прям просто Фанат ее голос Финальные вопросы Они одни для всех Начинают с самого того же Каждый раз меня Выкидывают Когда я с женщинам Это задаю вопрос Ну Что ж поделать А сегодняшнего дня Плюс 20 лет Как вы это видите Слушайте Ну 20 лет Это прям много 20 лет много Я вот даже Например Если вспоминаю себя 20 лет назад Это прям Ну Сильно Сильно Все по-другому стало Вот Настолько Сильно То есть мы бы С вами вот так Сейчас не общались 20 лет назад По компьютеру Ну да Абсолютно И практически Ну не знаю Многих девайсов Которые у меня тут стоят 20 лет назад Не то что не было Даже мысли не было Что такое возможно Вот Поэтому Я могу сказать Как бы о себе Да Чего бы мне хотелось Через 20 лет Да Мне бы хотелось петь Через 20 лет Мне бы хотелось Петь В том числе Не только По компьютеру Мне бы хотелось Петь На Живой сцене Которую Можно Потрогать Мне бы хотелось Петь С живыми музыкантами Для живой Аудитории А не просто Для экрана Хотя Понятное дело Что она там Тоже живая Но Как говорится За жопу Не укус Что А она Да хочет Вот Поэтому Вот это Я бы себе Пожелала Здоровья Безусловно Потому что Без здоровья Просто не дожить Вот До живой Сцены Собственно говоря Чтобы Оставался у людей Интерес К таким мероприятиям Тоже важно Чтобы В общем-то Не Произошло Внезапные Отвычки И все Уперлись В свой телефон И больше никуда бы не хотели Не выходить Не смотреть Не сидели бы В четырех стенах Не привыкли бы К этому состоянию Не В одиночестве Чтобы Такие Очень Эмоциональные вещи Как концерт Чтобы они Остались И чтобы они Жили Дальше Потому что Это Не заменить Живой концерт Прослушиванием Диска Или там Чего Через 20 лет Будет туда Смонтировано В мозг Кнопочку нажал И у тебя Музыка играет И вот это Не заменить Потому что Это обмен Энергией Обмен эмоциями Между людьми Вот это Мне очень хочется Чтобы через 20 лет Осталось И Ну Расцвело Я даже боюсь Таких слов Говорить Ну Мало ли Все как бывает Все как бывает Может быть И по этому пути Пойдет человечество Хотелось бы Конечно А как вы Боретесь с выгоранием У вас тоже Бывают плохие деньги Слушайте Ну выгорание Это не просто день Вгорание Я с выгоранием Борюсь так Ну во-первых Я учусь Вот То есть В моей жизни Было несколько Таких моментов Когда я Не справляюсь С своей профессией Мне нужно срочно Какие-то Дополнительные знания Первый раз Я поступила На психологический институт Вот Второй раз Я поступила На теорию музыки На композиции Да И это прям Помогает здоровью Потому что Как я уже сказала Я Люблю учиться Потому что Ты получаешь энергию От педагога И мотивацию Слегка Тоже В общем Там добавляет И мне нравится Процесс Не такого самообучения Когда ты Вот что-то ищешь В интернете Читаешь И так далее Когда ты прям Лично с человеком Общаешься на эту тему Почитать Я могу книжечку Мне хочется Чтобы мне Вот так рассказали Вот как Вот Поэтому Это прям очень важно Второе Это важно Конечно Ограничивать Свой трудоголизм Вот То есть Всех на свете Не научишь Поэтому В общем Надо как-то Тоже Не работать Там 20 часов в день Это Тоже очень сильно Выедает И лишает Тебя энергии Лишает Тебя Настоящего Живого Оптимизма Вместо этого Ты начинаешь Быть похожим На Деда Мороза На 505-ом Утреннике Здравствуйте Четчетчишки Когда уже Сколы Свела Ты еще Улыбаешься Вот Это прям Мне очень приятно На самом деле Что все это Тоже чувствуют Кроме как Пожалеть Такого человека Уже В общем Ничего не остается Вот Остальное Это как бы Спорт Хорошая Качественная еда Прогулки Вот Время На себя Время На одиночество Время На какие-то Свои хобби Животные У меня кошка У меня собачка Цветочки Я считаю Очень важно Помогает Сохранять Внутреннее равновесие Вот И Конечно Друзья В том числе Кстати Онлайн друзья Профессионалы В своих областях Тоже Которые тоже Могут помочь В таких ситуациях Тяжелых У меня Много Учится Психологов Но я Обращаюсь Психологом Сама Потому что Я знаю Насколько Это важно Довериться Человеку И рассказать Ему что-то Что тебя На самом деле Беспокоит То есть Не надо Держать в себе Если это Не получается Одной музыкой Выразить Значит Нужно Просто Прийти И рассказать Специально Обычным Людям Совет Дадут А иногда И советы Не надо Сказал И тебе Уже Хорошо Вот Поэтому Конечно Все профессии Где Много Приходится Общаться Потому что Чаще всего Это у молодых Педагогов Конечно Случается И бывает Так Что После Вот этого Первого Вот этого Первой Вспышки Выгорания Человек Просто Завязывает С преподаванием Хотя На самом деле Это неправильно То есть Нужно было Просто Немножечко По круг Посмотреть Чуть-чуть Посоветоваться И дальше Все хорошо Пошло Когда Педагог Талантливый И к нему Приходит Много Учеников И ему Становится Тяжело Иногда Бывает Очень быстро То есть Человек Еще не успел К этому Морально Подготовиться А у него Уже Учередь На 10 лет Вперед Стоит А как Вот на потоке Если у тебя Поток Идет Один общий класс Допустим Если у тебя На первой паре Сидит отличник Который все умеет А на задней паре Сидит Балбес Соломный Который Ничего не умеет И посередине Как вот Где-то едешь Среднего По погоде Знания Или как Надо просто К каждому Отходить Слушайте Ну вот это Прям нежелательно Чтобы вот Сидел Балбес Потому что Балбес Это же не значит Что он тупой Это вполне Вероятно Что ему просто Это неинтересно То есть Он попал случайно Просто в этот класс Я занимаюсь Слава тебе Господи Со взрослыми людьми Вот поэтому Случайно попавших В мой класс Довольно мало Они как правило Прежде чем Ко мне приходить Смотрят видео В том числе Ваши посмотрят Скажут Фу Белобровой Не пойдем Она матершинница Ну ее нафиг Поэтому Это решение Лучше принять До встречи Со мной Вот это экономит И мне Время и нервы И собственно говоря Человеку тоже Вот В этом смысле Интернет прекрасен Потому что Он позволяет Узнать обо мне Достаточно много Прежде чем Решиться на занятиях У меня вопрос В интервью 18 лет назад Когда вас спросили Есть ли универсальная Песня для распевки Вы тогда ответили Нет Появилась ли она Сейчас Нет Нет Конечно Потому что Универсального Как я уже сказал Здесь быть не может Потому что У каждого человека Универсальное свое И оно меняется Другое дело Что некоторые песни Не являясь Распевками Они Очень долгое время Держатся в репертуаре То есть Мне например Песня Не надедает Я могу ее Не знаю Тысячи Может быть Даже там Сотни тысяч Раз Видите Если она мне Нравится Она мне Нравится Вот Отваливает А было такое Что ученик Приносил песню Вы ее Раскрывали Для себя Конечно Это очень часто Это прям Любимая тема На самом деле Я очень люблю Когда ученик Приносит Какие-то новые группы Которые я не знаю О, слушайте Пришли Еще послушаю А из старого? Из старого? Ну из старого Более-менее Я в курсе Что там Бывает Ну бывает Что такое Что заново открываешь Ну да Наверное Да Ну как бы Из старого У меня Достаточно Там Какой-то багаж Уже есть А вот из нового Прям очень Очень Принесли Нету ни времени Ни желания Ковыряться в интернете Искать Что-то Что там вышло Вот Поэтому спрашиваю Своих учеников Чьему мнению Я доверяю Что слушаете Что новое Пришли Посмотреть Пришли Послушать Радуйте бабушку Умысек Тоже Мать Ну если Я бабушка Да Но поскольку Ко мне уже Мои ученики Приводят своих детей То можно сказать Ну если Вам Анну Герман Принесут Скажут Давайте хочу Петь Анну Герман Да ради бога Но скорее всего Это будет наоборот Скорее всего Я кому-нибудь Порекомендую Петь Анну Герман Бывали Буквально недавно Тоже ученик Говорю Слушайте Спойте-ка Песенку Николая Носкова Вот Он пел Очень красиво Ты моя мелодия То есть Ее пел И Магомаев И еще там Много народа Но мне Носкова Очень Ее посоветовал Он ее не слышал Никогда в жизни Послушал Говорит Блин Ну это же сложно Это же учить надо Е-мое Я же люблю так Типа Ай Боешь Опять я в этом Я и дала Понимаешь Нотки откроешь Посмотри Челлендж Нотки откроешь Ну теперь Простор У меня финальный вопрос На котором я хотел закончить Когда Вокалист теряет голос Или Ну Условно Получает травму связок И больше не может петь Как ему найти себя Ну Починить голос Ну А если нельзя уже Типа нельзя петь Такое же бывает Да нет Можно Починить надо Да На первых порах Помогут врачи На вторых порах Поможет педагог по вокалу Почини голос Вперед То есть нельзя полностью Потерять голос Нет Можно потерять Понимаешь Можно По дуре И спросить И хуй сломать Я вот говоря Но лично Я таких людей Не знаю Понимаешь Может быть Есть и те Кто потерял голос Навсегда По счастью Когда они Мимо меня проходят А те У кого действительно Были травмы И узлы И кровоизлияние И порезы Голосовой мышцы Это все лечится Это лечится Гомеопатии Прекрасная И различные Физиотерапии И обязательно Распевками Правильной Постановкой голоса А вот голосовые мышцы Лечится Восстанавливала Я просто с нуля То есть человек Говорить не мог Восстанавливали голос Ничего страшного Поэтому не отчаивайтесь Кто слушает Смотрит Если у кого-то Проблемы с голосом Обращайтесь Поможем Не проблема Я еще не встречала Чтобы нельзя было помочь А как это То есть Ты вообще не мог говорить И можно вернуть Ну ты сможешь разговаривать Разговаривать И петь Профессионально петь Хочу сказать вам большое спасибо Что вы пришли Блин Суперинтересно Ну здорово Спасибо, что позвали Очень приятно И обычные вопросы Кстати, очень здорово Потому что я интервью Даю довольно часто Но Часто бывает Что вопросы одни и те же Из одного интервью В другое переходит Ты уже такой сидишь Как жвачку Мам 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 Это все Это все Мы готовы Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok